Ситуация с загрязнением воздуха и неприятными запахами в Люберцах продолжает беспокоить местных жителей. На минувшей неделе Росприроднадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации по сероводороду на очистных сооружениях Мосводоканала. Представители компании эту информацию опровергают, но готовы делать все для того, чтобы максимально снизить вредные выбросы. Подробности у Луизы Егиозарян. Для того, чтобы устранить неприятные запахи, в 2013 году на Люберецких очистных сооружениях началась масштабная реконструкция. Благодаря установке газоочистных установок эту проблему удалось минимизировать. После очередного пресс-тура по предприятию специалисты исключили его из списка подозреваемых источников загрязнения воздуха. В пробах воздуха, которые мы отбирали в период август-сентября, это период самой тяжелой, с точки зрения массовых обращений, присутствуют и вещества, в которых никогда нет вычистных сооружений. И это говорит о том, что когда в качестве причины появления неприятных запахов указывают ли перед вычистные сооружения, ты ищешь где там, где потерял, а там, где светло. А для того, чтобы искать там, где нужно, создана специальная рабочая группа, которая проводит обследование всех потенциально опасных объектов. Учитывая, что на территории промзоны рядом с очистными сооружениями большое количество предприятий, проверки начнутся непосредственно на них. Есть факты, что сжигают отходы. Понимаете, есть факты. Исходя из предварительных данных, лабораторных анализов, тут и ароматические углеводороды, и другие химические вещества, содержащие нефтехимию. Нам надо же определить конкретно, кто источник, чтобы уже потом за руку поймать. Такие рейды специалисты будут проводить в постоянном режиме. Ночное время и выходные дни – не исключение. Рассматривается вопрос об участии в проверках самих жителей и представителей общественных экологических организаций. Луиза Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.